25 тысяч евро всего за 10 дней. Четыре года назад собрали казахстанцы на лечение 10-летней девочки из Казаларды. О Женсее Айку Пешевой рассказали журналисты агентства Хабар. Благодаря помощи неравнодушных людей нужная сумма была найдена, и уже через три месяца после операции девочка вновь встала на ноги. Сегодня Женсая учится в девятом классе, занимается вокалом и мечтает стать журналистом. Неудачное падение с лестницы четыре года назад приковало Женсаю к инвалидной коляске. Медцентры, институты, клиники, пока родные пытались поставить девочку на ноги, столичные врачи обнаружили у нее редкое заболевание крови – болезнь Розая Дорфмана. Требовалась срочная операция за рубежом. 25 тысяч евро необходимо было собрать всего за 10 дней. Надежды почти никакой. Времени совсем не остается. Врачи сказали, что шансы на выздоровление у нас есть, но на лечение требуется 25 тысяч евро. Таких средств у нашей семьи нет. «Я очень прошу всех, кто может, помогите, пожалуйста, нам». Помогли Женсая корреспонденты агентства Хабар. После выхода в эфир репортажа о ней откликнулась вся страна. Деньги на счет поступали от всех казахстанцев. В стороне не остались и дети. В школе, где училась Женсая, установили ящик по сбору средств. Школьники-учителя собрали для нее более миллиона тенге. Сегодня 14-летняя Женсая учится в девятом классе, изучает иностранные языки, занимается рисованием, посещает уроки вокала. Еще четыре года назад ее самым большим желанием было встать на ноги. Мечты сбываются. «Мне очень нравится петь. Я пою, когда мне хорошо и когда плохо. Особенно нравятся классические и душевные мелодии. Говорят, что музыка лечит. Наверное, это так. Когда я болела, она мне помогала справиться с унынием». «Для родителей нет ничего страшнее, чем видеть, как на глазах угасает ребенок», говорит мама Женсая. «Сегодня женщина вновь обращается к добрым людям, но уже не за помощью, а со словами благодарности». «Когда на нашу семью обрушилась беда, первыми на помощь поспешили журналисты агентства Хабар. Они рассказали о нас всей стране, вели переговоры с авиаперевозчиками о предоставлении специальных условий для Женсая на борту самолета. «Мы никогда не забудем того, что вы сделали. От имени своих родных я хочу поблагодарить всех, кто нам помогал, а также поздравить агентство Хабар с 20-летием, пожелать вам благополучия и процветания». Болезнь отступила, но Женсая по-прежнему нужен специальный уход. Пока учебные занятия преподаватели проводят на дому, но девочка верит, что уже скоро в этом отпадет нужда. Главное, есть надежда, которую когда-то подарил Хабар.